Лозунг «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь» передаёт важный посыл. Миссия этих людей – спасать. В очереди как начинающие, так и почётные доноры. Волонтёр Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Олеся Хабарова живёт в Симферополе. Приходит в центр уже в пятый раз. Сегодня у нас проходит акция. Мы сдаём кровь специально для деток, которые попали в аварию и в ДТП различные. И сдаём кровь. Сделать доброе дело пришёл и Дмитрий Гоферман. Я приезжаю и сдаю кровь, чтобы спасти жизнь человека. Помочь людям, в плане того, что у кого не хватает крови, перелить свою кровь, если она подходит. Донором крови в России, согласно законодательству, может стать только дееспособный гражданин старше 18 лет, прошедший медицинское обследование. Перед процедурой необходимо заполнить анкету, пройти регистрацию в базе единого донорского центра, а также медицинское обследование. Если противопоказания не обнаружены, то донор может сдать свою кровь. 4-5 раз в год по 450 мл крови – допустимая норма для человека. Тысячи больных ежедневно нуждаются в переливании. В этом кабинете врачи разделяют кровь на компоненты. Получаются эритроциты, вот это ЛТС и плазма. Идет подготовка к пулированию. Я разделяю все компоненты. У крови и ее элементов есть определенные сроки годности. Эритроцитная взвесь хранится 35, может 42 дня в зависимости от консервирующего состава. Пулированные тромбоциты хранятся до пяти суток при определенных условиях. Плазма хранится до двух лет. Медики делятся. Если в октябре количество доноров в день составляло около 70 человек, то в ноябре число желающих с трудом доходит до 50. Связывают сложившуюся ситуацию с пандемией и вакцинацией. После вакцинации повторной, либо ревакцинации должно пройти не менее 30 дней. А после болезни все зависит от того, какая степень тяжести была. Если это легкая степень тяжести, то через месяц можно прийти к нам. А если средняя степень тяжести и тяжелая, то там уже все зависит индивидуально. Какие осложнения после коронавирусной инфекции. Может быть есть такие осложнения, которые уже вообще не допускают человека к донорству. Каждому, кто решил сделать доброе дело и принять участие в акции, вручают подарки. У нас все сувениры очень функциональные. Например, вот это держатель для кредитных карт. Это рулетка. Есть браслеты «Я донор», подставки под фотографии. А сегодня в честь акции у нас также появились кружки. Прийти на станцию переливания и сдать кровь для многих крымчан стало делом жизни. Всего на полуострове больше 6 тысяч почетных доноров. Акция организована благотворительным фондом поддержки детей, пострадавших в ДТП, а также волонтерами организации «Добро мира – волонтеры Крыма». Она проходит в Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории.